Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре седан Renault Logan Stepway. На видео автомобиль в комплектации Drive с двигателем объемом 1,6 литра с передним приводом и автоматической коробкой передач. Цвет автомобиля белый не металлик. На автомобиле установлены расширители колесных арок и пластиковый обвес по периметру кузова. Диски стальные, 16-дюймовые, стилизованные подлитые с помощью колпаков. Шины размерностью 205 на 55. Задние тормоза барабанные. Задний парктроник и камера заднего вида не предусмотрены в этой комплектации. Рейлинги отсутствуют. Антенна расположена в передней части крыши. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Ключ выкидной с тремя кнопками. Система бесключевого доступа не предусмотрена. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах. Обивка сидений тканевая. Водительское сидение оснащено механической регулировкой по высоте. Включим зажигание автомобиля с помощью ключа. Панель приборов аналоговая, с белой подсветкой. Рулевое колесо с кнопками с кожаной отделкой. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Автоматический режим не предусмотрен. Включим габариты, ближний свет и противотуманные фары. Левый указатель поворота, затем правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащен галогенными фарами рефлекторного типа. Передние противотуманные фары тоже галогенные. Передний парктроник не предусмотрен. Передний бампер снизу декорирован серебристым молдингом. Клиренс автомобиля составляет 195 мм. Заводская тонировка задних стекол не предусмотрена в этой комплектации. Задний бампер снизу декорирован серебристым молдингом. Задние фонари и подсветка заднего номера с обычными лампами. Задняя противотуманка расположена в блоке заднего фонаря. Возвращаемся в автомобиль. Передние сидения с однорежимным подогревом. Слева снизу от руля расположена регулировка корректора фар. Рядом с кнопкой аварийки расположена кнопка управления центральным замком. На водительской двери расположен блок управления передними электростеклоподъемниками. Передние стеклоподъемники без доводчиков. Слева от руля находится блок электрических регулировок боковых зеркал. Система электроскладывания боковых зеркал не предусмотрена. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними дворниками. Автоматический режим не предусмотрен. С торца этого переключателя расположена кнопка управления бортовым компьютером. Дисплей бортового компьютера монохромный, расположен справа на панели приборов. Бортовой компьютер может показать информацию о расходе топлива, пробеге и запасе хода. Дефлекторы системы вентиляции расположены сверху передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 7 дюймов. Помимо радио поддерживаются форматы USB, AUX и Bluetooth. Ходы USB и AUX расположены спереди на магнитоле. Также магнитола поддерживает функции Apple CarPlay и Android Auto. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вынести на центральный дисплей онлайн-навигацию и другие сервисы. Встроенная навигационная система в этой комплектации не предусмотрена. В составе акустической системы четыре динамика. Справа от руля находится подрулевой джойстик, с помощью которого дублируется управление аудиосистемой. Можно менять громкость или менять радиостанции. Также можно управлять мобильным телефоном, подключенным по Bluetooth. Климат-контроль однозонный. Включим систему с помощью кнопки авто. Правая шайба отвечает за регулировку интенсивности обдува. Левая шайба отвечает за регулировку температуры. Кнопки выбора направления обдува. Кнопка AC отвечает за включение кондиционера. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Кнопки управления задними электростеклоподъемниками. Задние стеклоподъемники без доводчиков. Кнопка включения круиз-контроля или лимитатора скорости. Индикация круиз-контроля или лимитатора скорости отображается на дисплее бортового компьютера. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. Освещение на потолке с обычными лампами. Рядом находится кнопка системы AERA GLONASS. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник не предусмотрен. Перед рычагом коробки передач расположены подстаканники и розетка на 12 вольт. Бардачок с подсветкой. Отделан пластиком. Сверху передней панели небольшая открытая ниша. Ручной тормоз механический. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач автоматическая, четырехступенчатая. Предусмотрен ручной режим выбора передачи. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Немного погазуем. Выйдем из автомобиля и перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Освещение для задних пассажиров расположено в центре крыши. Салон от багажника отделен полкой. Заднее сидение без центрального подлокотника. В спинках передних сидений расположены карманы для вещей. Для пассажиров заднего ряда предусмотрена розетка на 12 вольт. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается не полностью. На потолке над дверью ручка. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 510 литров. Слева и справа в багажнике открытые ниши с инструментами. Боковины и пол багажника отделаны тканью. Под полом в багажнике расположено запасное колесо. Сидения второго ряда складываются в соотношении 60 на 40. При сложении сидений образуется ступенька. Для закрытия багажника предусмотрена ручка. Лючок бензобака открывается из салона автомобиля. Объем топливного бака составляет 50 литров. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью данного рычага. Капот фиксируется с помощью пневмоупора. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель атмосферный, бензиновый, четырехцилиндровый, объемом 1,6 литра, с отдачей 102 лошадиные силы. Мы с вами осмотрели седан Renault Logan Stepway в комплектации Drive с мотором 1,6 литра, с передним приводом и автоматической коробкой передач. Цена такого автомобиля на момент съемки обзора составляет 935 тысяч рублей. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие бы еще машины вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч! До скорых встреч!